приветствую всех зрителей моего канала меня зовут марина и сегодня я хочу показать вам начало моего нового проекта хотя я думаю что в этом же видео я покажу вам и процесс и его окончания потому что проект будет маленький такой проектик но мне почему-то очень захотелось именно это вышить данная вышивка будет из журнала все рукоделий это номер 4 за мать 2017 года я нахожусь все еще в процессе ожидания нового номера он до меня как всегда доходит такое ощущение что я не в киеве в том же городе откуда высылают этот журнал а вообще не какой-то другой стране но это это о грустном но давайте не о грустном да я буду вышивать эту рыбку я видела уже несколько отшивок этой рыбки и на белой ткани и на голубой ткани и на какой-то розовой ткани на чем ее только не вышивали журнал месяц назад как вышел но эта рыбка уже стала хитом можно посмотреть давайте я вам покажу поближе как выглядит отшив здесь показанный нам в журнале здесь она вышита на аиде 14 аккаунта нитками пари или пари вот думаю видно здесь огромное количество бэкстича и для редакционных подписчиков в комплекте к этому журналу шел наборчик в этом наборчике по моему его открывала когда делал обзор журнала но покажу вам его сейчас еще раз здесь у нас шел кусочек канвы 14 аккаунта производитель не написан просто канва 14 аккаунта такая достаточно плотная ключ который есть в журнале также здесь просто его копия единственное что вот в этом наборчике не лежит схемы то есть получается что ключ то лежит на который у нас есть в журнале а схема которая нас тоже есть журнале не лежит в наборчике соответственно если вы хотите вышивать по копии если вы зачеркиваете вам придется с ключа можете не снимать копию с рыбки придется и также здесь на органайзерах фирмы lady висят ниточки которые для этой работы понадобятся 8 цветов не так не так много они коротюсенькие это не помню когда в последний раз вышивала такими короткими нитками но работа здесь действительно немного единственное что здесь будет огромное количество бэкстич я просто себе это пока плохо представляю ну ладно справимся но вы знаете как то вот это вот белая канва не внушала мне особо энтузиазма я сразу думала что я канву буду заменять но думала на что конкретно и буду заменять у меня была в голове только линда 27 тоже белая которая у меня есть запасах но потом я не знаю каким чудом меня осенило и я вспомнила что у меня в наличии имеется вот такая вот ткань я не знаю как сейчас передает ее камера потому что я сейчас сижу на санцепеке в 33 градуса и фактически ничего не вижу но вот сейчас глазами я смотрю не через камеру на этот кусочек канвы и он просто потрясающе переливается золотистым блеском как это видите сейчас вы я не знаю давайте это как-то покручу насколько смогу ну вот если смотреть не через камеру он настолько переливается что просто аж хочется зажмуриться то есть блеск не какой-то такой очень сильно деликатный а такой конкретный нормальный блеск такая нитка люрекс опущена толстенькая это канва фирмы цвайгард с люрексом я ее приобрела в во львове два года назад когда я ездила там был рукодельный магазин и мы зашли и там была канва в остатках то есть там были какие-то жалкие огрызки канвы всякой разной и продавались они за какие-то копейки это были мега странные отрезы какие-то узкие какие-то длинные какие-то непонятно вообще кто их как резал но стоили они действительно просто какие-то смешные деньги поэтому я их тогда приобрела я приобрела вот золотистым блеском цвайгард я до того времени вообще никогда такой канвы не видела чтобы она вот так вот блестела я видела знаете с таким блеском типа как кренник 032 то есть такое что-то бирюзовенькая вот что такое с таким блеском не видела но чтобы вот прям с таким золотыми таким прям конкретным знать таким толстеньким такого я не видела до этого момента решила возьму и также я взяла еще канву dmc точно такую же только с вот такой толщины ниткой только серебристый но это у нас цвайгард и буду вышивать и на вот этом кусочке единственное что не совсем они у меня какие-то одинаковые но я померила что мне хватит запасом вот этой вот канвы видите кусочек получился немножко меньше чем у той что шла в наборе хотя я мерила так я посмотрела сколько у нас по схеме здесь у нас получается вообще здесь должна быть 15 на 15 сантиметров вот если вы видите вот эту вот вы видите что это прямоугольник это не квадрат то есть тут не 15 на 15 сантиметров канва и размер дизайна на 43 на 36 крестиков почему же канва тогда 15 на 15 сантиметров если дизайн продолговатый срок 3 на 36 ладно не будем об этом а я посчитала сколько займет место дизайн 43 до 36 крестиков на 14 конве с припуском в 4 сантиметра с каждой стороны и выдала мне вот такой вот кусочек ткани собственно его я и отрезала и у меня будет получаться что у меня золотистая рыбка с на конве с золотистым люрексом и это будет типа такие как пузырьки воды что-то такое я не знаю еще для чего я буду применять эту рыбку в итоге во что она оформится но почему-то мне очень хочется сейчас ее вышить и загадать желание да я в это не верю но может пора начинать верить не знаю так что буду я вышивать в саму рыбку я уже не буду добавлять никакого никаких нитей металлика потому что это же будет просто как-то новогодней кружкой тоже будет перебор конва сама по себе такая что внимание на себя забирает все посмотрим как будет смотреться эта рыбка но мне одновременно интересно и попробовать на такой конве вышивать и мне кажется вышьется достаточно быстро кроме того я давно хотел попробовать эти мулине пари будем их называть потому что их рекламируют журнале все рукодели уже очень давно и я даже хотела на выставке хэнд мэй дэкс по себе купить один моточек просто попробовать и я забыла эти нитки говорят они что они абсолютно аналогичны цветам dmc то есть это прям абсолютная копия но посмотрим посмотрим как они будут в процессе так что вот за таким процессом вы сможете наблюдать в этом видео продолжая вышивать рыбку и что могу сказать на данный момент во первых меня начинают уже посещать небольшие сомнения по поводу того что на такой конве рыбка может немножко потеряться потому что она хорошо смотрится на белой ткани на белой ткани очень много чего хорошо смотрится а вот на этой она сама по себе такая достаточно пестрая и вот эти вот светлые оттенки например вот светлых оттенков я сейчас вообще не вижу если я их приближу то вот можно видеть здесь уже есть светлый полукрест кстати с этим светлым полукрестом я допустила ошибку я вот этот вот весь светлый полукрест который вы видите вышила крестиком вышила я целых четыре нитки получается то есть два раза в два сложения я вышивала закрепляла эту нитку понятное дело и в начале и в конце и когда поняла что ошиблась я это все распускала то есть не распарывала именно распускала и потом вышивала этими нитками повторно то есть я сейчас могу вам поближе показать вы видите вот этот вот весь светлый полукрест он вышит повторно этой же ниткой то есть эта нитка два раза уже была в использовании и как можно видеть нитка нормально выглядит не пушится то есть она пережила этот стресс и и вообще нитки ложатся хорошо единственное что очень непривычно для меня большие крестики но это связано с каунтом конвейдов но я на четырнадцатом каунте не вышивала но я думаю что когда на рыбке уже будет бэкстич она будет она будет более четко этот вот светлый полукрест будет тоже обведен бэкстичем и должно смотреться хорошо далее то что я вам сказала что здесь да вот так вот схема у меня выглядит а что я сказала что одинаковый ключ вот это вот этот нет он не одинаковый потому что здесь есть еще столбик на органайзере то есть не просто ключ а какой им цвет нитки каким номером привешен на органайзер но я сразу себе упростила жизнь я взяла органайзер написала номера ниток соответствующие этому ключу и все уже не смотрю даже в этот столбик я просто смотрю значок цвет и ищу его на органайзере как мы это делаем обычно насчет ниток что я могу сказать я смотрела при естественно при искусственном освещении и мне казалось что нитки как-то совпадают не совсем потому что нитки здесь позиционируются вот как цвета которые аналогичны цветам ниток dmc при искусственном освещении мне так не показалось но сейчас я взяла карту и посмотрела при естественном освещении и давайте посмотрим что у меня из этого получилось ну вот можете судить сами 3761 камера так достаточно правильно передает мне кажется он чуточку светлее но как бы это не очень критично 721 741 742 745 вот тут мне кажется не совсем стопроцентное попадание у нас немножко он светлее 921 и 919 и исходя из того что мы увидели я могу сделать вывод что 6 цветов из 8 совпадают ну фактически один в один и два цвета вот этот вот первый и шестой немножко светлее чем в dmc но мне кажется это тоже не особо критично да вот такая вот история так что нитки все-таки похожи на нитки dmc я не знаю насколько я могу судить что они прям аналогично идентичны но в принципе да вот 6 из 8 цветов мне показались абсолютно достойные замены ниткам dmc единственное что конечно это то как они будут себя вести в стирке не будут ли они линять и конечно здесь никто не может так как эти эта фирма появилась совсем недавно никто не может гарантировать как поведут себя эти нитки там грубо говоря через 20 лет через 30 лет потому что все-таки у фирмы dmc история а здесь это все еще не проверено но я даже не знаю могу ли я советовать эти нитки я думаю что это покажет только время именно как они себя будут вести в дальнейшем а при вышивке то что я могу сказать на первый взгляд да цвета совпадают да в процессе вышивки они себя нормально ведут вот это пока что та информация которую я обладаю и что будем вышивать дальше рыбку единственное что я здесь посмотрела бэкстич уже и где-то здесь я уже к сожалению высочеркнула где-то здесь была линия вот ее плохо плохо видно вот она над вот этой вот там еще одна линия и она идет в серединку клеточки то есть это так называемый несчетный бэкстич и конечно это будет сложно сделать на конве вот я вам покажу на кусочки не вышитой схемы видите вот это вот первая теперь она линия это нужно будет как-то все в серединку клеточки прокалывать конечно на равномерке это было бы сделать проще а весь остальной бэкстич у нас уже идет вроде как счетный поэтому я думаю с остальным бэкстичем уже разберемся ну что увидимся с вами когда я выщу еще кусочек рыбки и что я еще вчера заметила видите у нас в ключе есть такой черный квадратик это цвет триста десятый то есть черный и на рыбке у нас есть этот цвет это вот глазик он висит у нас на органайзере номером два висит целая пасма 310 цвета и что мы видим больше на рыбке нигде этого цвета нет если посмотреть по ключу видите полукресты кресты полукрест в две нити бэкстич 310 больше нигде нет то есть нам положили целую пасму нитки с номером 310 для того чтобы мы вышили один глазик этой рыбки то есть понимаете какая щедрость а то бывают некоторые производители там знаете сделают вот так вот такой вот тоже повесят пасму но она будет например вот такой длины я видела действительно такое здесь вот целая нормальной длины пасма висит единственное что нитки как мне показалось на этом органайзере коротковаты что-то я слишком часто меняют нитки давайте ради интереса вытащу вот эту вот 310 и померяю сколько она в сантиметрах так видите она у нас точно такой же длины как и все остальные нитки на органайзере то есть она не короче и что мы видим мы видим 59 сантиметров сейчас мы не 58 видите она здесь немножко собралась если натягивать то получается 59 сантиметров нитка а большинство производителей режут нитки по метру то есть дименшинс там по-моему 91 или 92 сантиметра а большинство производителей это метр все-таки неудивительно что я так часто меняю нитку и она так быстро заканчивается на 14 каунте вышивать крестики ниткой которая 59 сантиметров это конечно весело все-таки нитки мне кажется должны быть чуть-чуть подлиннее но это опять же мой личный вкус мои предпочтения насколько сильным надо быть маньякам чтобы представить что у меня сегодня концерт а я вышиваю я закончила вышивать все крестики полукрестики в этой рыбке я вышила голубую воду вокруг рыбки вы ее видите я если честно нет я сначала грешила на вот эту вот пеструю канву но потом посмотрела на картинку отшива который здесь есть и видите здесь тоже особо воду не видно если прям присматриваться но если так смотреть она не бросается в глаза то есть вид по моему абсолютно такой же как у меня сейчас и сейчас нужно будет сделать вот такая миленькая на сейчас нужно будет сделать целую кучу бэкстича и один французский узелок и так моя рыбка полностью готова и постирана я специально держу ее на солнышке в надежде что камера сможет уловить хоть какой-то перелив этой канвы в жизни она вообще аж слепит на нее смотреть больно на эту канву но насколько я видела на видео абсолютно никакого такого эффекта нет можно посмотреть сколько здесь было бэкстича в этой рыбке показываю вам поближе бэкстича было много но не сказать что он был какой-то сложный я с ним быстро справилась и вообще сложности здесь не было никаких симпатичная получилась рыбка вот этих вот голубых разводов я сейчас через камеру даже не вижу но догадываюсь что они где-то есть видно их очень слабо но в целом работа получилась такая симпатичная не знаю пока во что ее оформлю будет лежать но когда-нибудь обязательно пригодится давайте покажу вам сколько ниток у меня осталось потому что это у меня шел такой маленький подарочный наборчик к журналу все рукоделий и покажу сколько осталось ниток всего ли они доложили в комплект вот можно еще посмотреть в таком формате сейчас мне кажется переливается канва когда ну так заезжает в тень и из тени выезжает видно что она переливается красиво и вот опять же вот сейчас хорошо видно наконец-то это поймала можно посмотреть бэкстич один одинешенек французский узелок в глазике один одинешенек черный крестик опять же тоже глазик вот можно посмотреть на схему бэкстич аж не верится что на этой рыбке столько бэкстича так смотришь на нее не скажешь смотришь на схему на рыбку на схему на рыбку и что осталось из ниток вот ниточки видите все осталось некоторых цветов даже очень много вот 7 921 еще осталось много 3 осталось много в принципе я не скажу что этими ниткой можно вышить еще одну рыбку но на половинку рыбки так точно хватит а некоторых цветов и и на целую хватило бы в общем я могу сказать что я этой работой довольна самое главное это то что я получила удовольствие в процессе работы кстати вышивала я ее вернее притрагивалась я к ней на протяжении пяти вышивальных дней конечно не все дни были посвящены этой малышке но вот за 5 вышивальных дней по чуть-чуть по чуть-чуть и у меня готовая работа учитывая что предыдущие несколько месяцев я вышивала одну единственную работу и конца края там как не было видно так до сих пор и не видно то вышивка вот такой вот миниатюрки и ее окончание самое главное это было очень здорово это очень подняло мне настроение а это наверное была главная цель и задача этой рыбки но опять же повторюсь в будущем я обязательно найду и применение посмотрим что это будет но обязательно она у меня во что-нибудь оформится во что-нибудь воплотиться все спасибо всем большое за внимание удачи вам и творческих успехов пока